Привет! Как дела? Наконец-то наступила зима, и это значит, что пришел мой день рождения! Ну, сегодня я, как вы видите, в пижаме, хотя в доме очень жарко, но это моя любимая пижамка. Я ее приобрела в Англии в прошлый год моей жизни. Привыкла я спать в пижамах, потому что в Англии всегда в доме холодно, но в России, конечно, у нас топят на убой. Если честно, мы даже не включаем батареи, у нас только стояковые трубы отапливают весь наш дом. И сегодня вот так вот получилось, что я решила провести свой день рождения в пижаме. Ну, а что? Я уже привыкла, никуда не наряжаюсь, никуда практически не выхожу из дома. И сегодня, как бы, сделаю такой небольшой обзор о моей жизни вот за этот год. Ну, что, значит, у нас произошло за этот год? Во-первых, начнем с путешествий. Все-таки мне удалось... Ты побежала? Ну, беги-беги. Все-таки мне удалось в последний момент вскочить в последний вагон и слетать в Лондон в марте этого года. Как вы уже знаете, я побывала в Лондоне, но мне пришлось вернуться раньше, чем я планировала в связи с пандемией. Весокосный год 2020. Это, наверное, самый ужасный год, который произошел во всем мире. И здесь уже никак нельзя было застраховаться, никак от этого не уйти. Поэтому как-то продолжаем жить дальше вместе с тем, что настало такое время. И верить, верить, конечно, в лучшее. Конечно, того, что было до пандемии, уже, наверное, долго не будет. Но, тем не менее, мы продолжаем выживать. Все-таки не зря я люблю вот эти вот челленджи. И не зря я в Лондоне проходила такую боевую школу подготовки, как выжить в жесткой экономии денег и как выжить, если холодно. Я уже рассказывала, как в последний год своей жизни в Лондоне я жила в квартире без отопления. Об этом, если не помните, смотрите в этом ролике. А сегодня вот такой, значит, обзор, то есть после Лондона, когда я там успела, кстати, кое-что поснимать. Можете посмотреть мои живые ролики в марте месяце. Мне пришлось поехать домой. И я села на карантин. 14 дней я отсидела дома одна. Мама приносила мне продукты. Но об этом, обо всем я уже рассказывала. И потом сразу же началась всероссийская самоизоляция. И мы как бы так и никуда, в принципе, и не ходили. Одну маску до сих пор я использую свою единственную маску, которую мама мне сшила в Лондон. Она четырехслойная. Я ее стираю после каждой прогулки. И сразу же вешаю в ванну на батарею сушиться. И к следующей прогулке она уже пропарена и чистая. Пока что мы не болели. Сидим дома, но нам удалось в такой небольшой спад пандемии, в конце августа, съездить с мамой в Москву. Про Москву я уже тоже все рассказывала. Слава богу, мы тоже там не заболели. И отлично провели время. Так что попутешествовать в этом году удалось мне всего лишь два раза. Ну и два с половиной, можно так сказать, на один день я выехала с подругой в Карелию. Это было в середине сентября. Просто полюбоваться великолепной природой. Ну а по поводу работы я продолжаю пассивно искать для себя интересную деятельность. Пока ничего не нашла. Если честно, не очень-то хотелось в такую эпидемиологическую обстановку выезжать в центр города. Особенно в Петербурге. У нас сейчас очень много зараженных людей. И не хотелось бы, если честно, болеть этим вирусом. Тем более, что за этот год я прошла практически полностью обследование своего здоровья. И тьфу-тьфу-тьфу, пока все нормально. Кроме, вот единственное, что меня отослали к диетологу. Надо поубавить мои бока. Но над этим я работаю. Значит, по работе что мне еще удалось? Я также продолжаю снимать кое-какие репортажи. Но, конечно, сейчас меньше что-то продается, потому что Петербург не так интересен мировым СМИ. И, в принципе, у меня по зарплате, по всем моим репортажам выходит такая же зарплата, сколько получает моя подруга в месяц, выходя на работу каждый день с утра до вечера. То есть, тысяч двадцать у меня спокойно есть на моих фоторепортажах. Мой англоязычный YouTube-канал зарабатывает небольшие денежки, там около трех-четырех тысяч в месяц. Этот канал, как вы уже все знаете, ничего не зарабатывает, пока у меня не наберется тысяча подписчиков. Кстати, если кто-то хочет сделать мне подарок на день рождения, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это будет самым лучшим подарком от вас. Ну, это так, если вам нравятся мои ролики, если вам интересно то, о чем я рассказываю, впереди еще очень много интересных бытовых тем, но я их откладываю до того момента, когда у меня наберется тысяча подписчиков. Тогда я вам буду рассказывать такие истории, что мама не горюй. В общем, о том, как я выживала в Англии, о том, что со мной происходило в Англии. Не о мероприятиях, о мероприятиях я тоже буду продолжать рассказывать, это моя основная тема, потому что моя жизнь в Лондоне была основана в основном на мероприятиях, это то, чем я лично жила. Ну, а всякие собаки, няни, хаус-киперы, гардеробщица, кстати, скоро расскажу, как я работала гардеробщицей. Ну, и разные-разные штуки, еще будет ролик про русскую семью, где я подрабатывала няней по воскресеньям. В общем, много всего еще, чего я вам не рассказала, но я жду, когда у меня будет тысяча подписчиков, потому что такой информацией хочется делиться, когда уже есть определенное количество человек, которые тебя смотрят. Что еще по поводу работы? Тут у меня подвернулась такая работенка, ну, моя подруга украинская, которая живет сейчас в Швеции, с которой мы вместе учились на MBA в Лондоне, она мне тут подкинула работенку, она устроилась в фирму, которая занимается логистикой железных дорог, и там им нужен был промо-ролик. Я где-то на Яндексе уже об этом рассказывала, может быть, я сделаю об этом видео, если вот эта вот моя работа дойдет до конца и будет некий завершенный результат. Но пока вот так я им сделала черновик промо-ролика. Ее директор очень хорошо оценил его, но у них там возникли другие трудности со слоганами, надо придумать точные слоганы, в общем. Об этом я, наверное, попозже расскажу. Мне обещали за него 500 евро. Ну, то есть я сама попросила 500 евро не только за работу, но и за мои видеофайлы, которые я использовала в этом ролике. Пока ничего не получила, пока ждем. Ну, получится, не получится, тем не менее, это был какой-то опыт в создании промо-роликов, то есть рекламы кампаний. Для меня это был первый мой опыт, и, в принципе, люди пишут, что неплохо получилось. Ну, если кому интересно, я ссылочку на статью в Яндексе подкреплю внизу, читайте там. А так, ну, по финансу нам пока хватает того, что у нас осталось с Лондона. Мы даже кое-какие дивиденды получаем. Живем на мамину пенсию, 20 тысяч в месяц нам, в принципе, хватает, чтобы оплатить две квартиры и еду. Ну, а остальное, если сверху, то это уже из наших запасов. Мы заканчиваем обустройство вот этой квартиры, которую мы купили с продажи дома в Лондоне. Что нам осталось? Там осталось покрасить стену в коридоре, я все еще ее пока не покрасила. Но сегодня или завтра я заказываю комодики для коридора, и это будет мне стимулом для того, чтобы, наконец-то, стену эту покрасить, потому что, когда приедут комоды, их уже соберут и прикрепят к этой стене. Еще я заказала часы вот к себе на камин, каминные такие часы из Чехии, на сайте в интернете, которые мне вот-вот привезут. Так что тоже расскажу и покажу, как это все будет выглядеть. Вот так постепенно мы, в принципе, довели эту квартиру до конца. Ну, может быть, еще какие-то небольшие детали декора понадобятся. Ну, поживем, посмотрим. Обо всем я вам рассказываю. Основные моменты вот этого года – это то, что мы нашли кладбище недалеко от нашего дома. Мы о нем не знали, но вот обнаружили по весне, то есть прослышали про него и сходили туда. И там купили место для захоронения урны моего брата. То есть у нас теперь есть, в принципе, практически в центре Санкт-Петербурга кусок земли, метр на метр там, где мы и сами, скорее всего, будем покоиться. Ну, это тоже нужно. Жизнь такая штука, что никогда не знаешь, когда и где тебя застанет последний день твоей жизни. Поэтому, в принципе, мы очень рады, что нам, наконец-то, через 4 года после смерти брата удалось захоронить его останки. Это все, конечно, очень тяжело. И после того, как мой брат погиб, у меня какая-то философская переоценка ценностей произошла. То есть сейчас мне не важно зарабатывать многом, мне не важно чего-то добиваться. Потому что, когда ты видишь, как чего-то добивается человек, в конце концов он умирает. И все, что он добился, ну, как бы осталось неудел, никому не нужное. И ты начинаешь думать, на что человек тратит свою мысль, а нужно ли было так пахать, столько убивать сил и времени ради того, чтобы неизвестно чего добиться. Ну, добился мой брат многого, но, к сожалению, после того, как он быстро всего этого добился, у него пришло какое-то разочарование в жизни. Я стараюсь не унывать, как-то раскрашивать свою жизнь, хоть сейчас и не совсем яркую на события, какими-то ежедневными делами. О брате я, конечно, буду рассказывать. Вот в следующем году исполняется 5 лет, как он погиб. Наверное, уже есть смысл рассказать людям, хотя бы тем, кто живет в Англии, как справиться со смертью близкого человека. Это очень до сих пор тяжело об этом рассказывать. Но думаю, что такие ролики будут очень полезными. Еще, как вы все знаете, у нас в этом году из жизни ушла моя собака Джела. Но, конечно, после смерти брата это не так тяжело воспринимается. Тем более мы уже 2 года как готовились к тому, что врач нам сказал, что ей где-то 2 года осталось жить. Вот так вот случилось. Она обезножила и практически за 2 дня сгорела. Мы очень сильно скучали. 2,5 месяца мы думали взять собачку. Но мы всегда берем из приюта, я уже это говорила. И вот у нас появилась Челси. В общем, за этот год у нас очень много всяких произошло событий, как личных, так и мировых. Но, тем не менее, продолжаем как-то жить и что-то делать. Чем я сейчас живу? Я сейчас живу YouTube-каналом Англичанка. Мне нравится, в принципе, делать мои ролики о том, как я жила в Лондоне. Во-первых, это как некий такой видео-альбом о моей жизни в Лондоне, который даже сейчас, спустя год, я начинаю пересматривать какие-то ролики. И это мне так интересно становится смотреть. А как это будет интересно, когда я буду смотреть это в старости. Даже на то, как я выгляжу сейчас. Не говоря уже о том, чем я занималась в Лондоне. В общем, не знаю, это какой-то такой личный, наверное, фотоальбом, который ты выносишь на люди. И показываешь не только свою жизнь, но и жизнь городом, и жизнь страны. Конечно, я буду продолжать рассказывать про путешествия по городам Великобритании. Также за границу я ездила. Тоже в ближайшее время расскажу, как я ездила впервые в жизни на Канары из Англии. То есть это было мое первое путешествие за границу из-за границы. Но об этом, обо всем очень скоро. Ждите. Про здоровье я уже сказала, что в принципе прошла полностью все обследование. И тьфу-тьфу-тьфу, здорова. Единственное, что у меня, так как я люблю миндаль, я тут подсела по осени на него. И у меня сломался зуб. И вот мы в жестких рамках пандемии пошли в нашу поликлинику. Зуб мне сохранили, хоть он раскололся пополам, но мне его сохранили, сделали пломбу и сказали срочно ставить коронки. Так что вот впереди декабрь-январь я делаю свои зубы. Очень много всего у меня произошло в жизни в Лондоне. Сейчас у меня очень мало чего происходит. Поэтому рассказывать и показывать какие-то ролики новодейс, то есть в сегодняшнем времени. Ну что получается, что происходит, я постепенно рассказываю. Но так очень мало чего происходит. И я смотрю у многих людей сейчас некий такой застой. И у многих начинается депрессия. Я тоже иногда депрессую. Но мне в этом помогают. Шоколад и какие-то фильмы. Кстати, о фильмах. Тут смотрела недавно фильм с Нагиевым. Очень рекомендую посмотреть. В ютюбе я его нашла. Называется «На карантине». Вот когда я посмотрела этот фильм, у меня была реально жуткая депрессия. Но так как он это всё с юмором преподнёс, весь этот карантин, и как он с ним справлялся. И я поняла, что не только обычные люди, но и звёзды сидят на таком же карантине, как и мы. И пытаются куда-то выйти, и не получается. В общем, как-то этот фильм меня поднял настроение. И я поняла, что мы все должны справиться с этой пандемией. Потом я ещё смотрела один фильм. Мне просто очень понравился. Ну, в плане того, что это о животном, о небольшом пёсике, которого зовут Патрик. Фильм так называется «Патрик» про собачку, которая жила в Лондоне. И что с ней происходило. Ну, и про девушку, которая ухаживала за этой собачкой. Как бы фильм, ну, обычный фильм про животное. Но как это всё мило увидеть лондонские места, такие и знаменитые. И в основном там происходит действие в районе Ричмонда. И увидеть вот этот марафон, который люди бегут ради чего-то. То есть вся вот эта вот британская суть в этом фильме заложена. И вот эти лодки, которые плавают по каналам. И какие там приключения происходили с этим пёсиком. Очень рекомендую тоже посмотреть. Такой атмосферный фильм, я бы сказала. Он и лёгкий, и как бы такой душевный. Ну, а так, всё, что происходит в моей жизни, я вам потихонечку показываю. Потихонечку рассказываю. Ничего особенного на данный момент у меня не происходит. Как будут развиваться дальше события, поживём-посмотрим. Моя любимая фраза. Надо просто жить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok